Спонсор сегодняшнего видео кэшбэк сервис Бэкит. Но не в том смысле, что они мне заслали товар или денег дали. Этого, конечно, я фиг дождусь, а в том смысле, что я пользовался кэшбэк сервисом Бэкит. И так по чуть-чуть экономил денежку, собрал определенную сумму, плюс подался ностальгии от 90-х. И в общем я решил прикупить себе ретро консоль Sega с двумя беспроводными геймпадами. Так что кто хочет экономить при покупках на Алиэкспресс, хотя и не только на Алиэкспресс. Там огромное количество различных магазинов, как воды в океане. Ссылка на кэшбэк будет в описании. Переходите, регистрируйтесь и точно так же экономьте денежку. Вообще кэшбэк сервисов много различных, но я рекомендую именно тот, который пользуюсь сам. Еще огромный плюс данного кэшбэка это то, что деньги можно выводить уже от одного сэкономленного доллара. Собственно, вот в такой вот невзрачной упаковке поставляется продукт. Game консоль, Forsega Games, TV Output, HD и доступна у нас загрузка игр. Модель консоли Y2SG. Ну и собственно по упаковочке все. И вот собственно вся комплектация упаковки. Сама консолька у нас выполнена в стиле вот такой вот флешки. С одной грани у нас microUSB разъем для запитки консоли. Далее у нас отверстие теплоотвода. Здесь у нас установлена карта памяти microSD объемом 2 гигабайта. На ней сразу уже загружено 900 игр. Но при желании вы можете извлечь microSD карту памяти, подключить картридеру. И на оставшуюся память немного накидать своих каких-то игрушек, если вдруг вы какую-то там не нашли. Подключается она к телевизору через HDMI разъем. И что удобно в комплекте предусмотрен вот такой вот HDMI удлинитель. То есть сзади телевизора, допустим, каждый раз подключать консоль естественно неудобно. Так вы к телевизору подключите HDMI удлинитель и проще уже подключать и извлекать консоль. Провод остается в телевизоре. Само питание происходит по microUSB и USB-A. То есть вот такой вот кабель в комплекте. Подключаете к телевизору, подключаете к консоли. Все, питание пошло. Играете, наигрались, кабель отключили. Все, питание закончилось. Многие ребята, я знаю, подключали консоль через Powerbank. То есть запитка была не от разъема телевизора, а именно от Powerbank. Но у них какие-то были потом проблемы. То консоль выходила из строя. Не знаю почему, но с телевизором, по крайней мере, таких комментариев не было. Да и у меня проблем не было. В общем, лучше, я думаю, подключать от телевизора. Конечно, уже у нас в комплекте инструкция на английском языке. Вот такая вот кратенькая. Все банально, все доступно. Вряд ли кто-то ей будет пользоваться. Также китаец нам положил вот такой вот комплект наклеек с буковками. И я так понимаю, что мы свои геймпады можем как-то обозвать. Там Коля-Маша и будете знать, где чей, к примеру, геймпад. Это прикольно, это хорошо. Ну и непосредственно вот так выглядят у нас уже два геймпада. Скажу так, что качество пластика не ахти, но и не самое ужасное, что я и видел. То есть, в принципе, комплект данный стоит, по-моему, 22 доллара. Ну и как бы, что тут хотеть, да? И так все, много игрушки тебе и геймпады беспроводные. И ля-ля, и ля-ля, и тополя. В общем, да. Нажатия клавиш, в принципе, уверенные. По поводу крестовины, многих будут вопросы, мол, как она переживет там тот же Mortal Kombat или еще что-то. Я буквально пару часов выкатывал Mortal Kombat. Ну, все нормально, геймпады живые. Понятное дело, если вы где-то там уже с компанией хорошо приняли на душу, наверное, можно их сломать. Если вы уже не совсем уж так аккуратно играете, то, в принципе, можно их ухандохать. В общем, Select Start. Снизу у нас идут вот такие вот переключатели на одном и втором геймпаде. То есть, с помощью переключателя мы определяем, какой геймпад будет первый, какой будет второй. P1, P2. Выставили переключатель, все, знаем, где чей какой геймпад. Запитывается геймпад у нас от одной батарейки формата 3А. И вот так вот выглядит стартовая менюшка. Она мне нравится, достаточно яркая, музыка такая бодренькая играет. Все игры у нас поделены по разделам. То есть, есть адвенчуры, то есть, на прохождение, спортивные игры, шутинг, то есть, стрелялки всяческие, файтинги. Folders, это те игрушки, которые мы самостоятельно загрузили. И Puzzles, то есть, это всякие тетисы и тому подобное. И вот так вот выглядит у нас раздел файтинг. Удобно то, что какую игру мы не выбирали. Слева у нас есть маленькая превьюшка той игры, в которую мы хотим поиграть. Это очень удобно. То есть, я понаходил много игр, которые я вообще в детстве никогда не видел. Хотя мне казалось, что я в детстве играл во все, что можно. К примеру, здесь, естественно, есть трилогия Mortal Kombat. Ultimate Mortal Kombat также есть. Есть Street Fighter, как вы видите, есть черепашки. То есть, много различных игр. Но бывает здесь, кстати, путанина. К примеру, в этом разделе есть и игры типа Червяк Джим. Хотя это больше Эдвенчура, чем Файтинг. То есть, бывает иногда, вот они путают игрушки. Есть небольшой минус в этой консоли. Я обнаружил в некоторых играх задержки. Незначительные, но не есть. Это Mortal Kombat. И есть задержка в Contra Hard Corps. В остальных играх, я тут, ну не знаю, ну штук 300 я точно запускал. Я задержек не заметил вообще никаких. Вот, к сожалению, в Mortal Kombat она есть. Но вы к этой задержке привыкаете достаточно быстро. То есть, она здесь просто вот мини-мини такая, знаете, то есть, несерьезная. Сейчас я чувствую, мне настучат. Вот так тебе, на тебе, на тебе, гад такой. Нифига, я победил, ребята, я победил. Если во время игры мы одновременно нажмем на Select и Start, мы попадем в основное меню. Через него мы можем как вернуться в игру, выйти из игры для выбора другой, загрузить игру, сохранить игру и выставить экран. То есть, сейчас у меня стоит фуллскрин. Могу сделать по формату 4х3, как это было, собственно, в нашем детстве. Выбирайте как угодно. И зайти в настройки системы. Но они здесь банальные. То есть, это формат вещания, авто, пал и НТСК. Я оставил авто. В разделе шутинг у нас 152 игры. Робокоп 3 есть. Робокоп против терминатора есть. Contra Hard Corps есть, как и говорил. А вот в разделе Эндвенчуры здесь 315 игр. Есть Аэро Акробат, это одна из моих любимых игр. Аладдин есть. Чужие третьи есть. Астригс и Абеликс также есть. Баррик Наквелл, это тоже я играл. Мне это нравилось в свое время игры. Все Бэтмены также есть. Батл Тотсы есть. Вот одна из ярких игр, это Комикс Зон. Боже, как я обожал в детстве эту игрушку. И в плане того, вот как выглядит картинка на 4К телевизоре, да все отлично. Это, знаете, к тому, что многие консоли подобного типа, они либо сильно мылят картинку, либо какие-то проблемы с цветопередачей, то есть тусклая картинка. Именно в этой модели я ничего такого не заметил. То есть реально все хорошо, мне все нравится. И вот в плане, как и говорил, отклика, да. То есть вообще, смотрите, хлоп, хлоп. То есть срабатывание хорошее. То есть это вообще какие-то мега-мега единичные игрухи, в которых может быть какая-то незначительная задержка. Sonic & Knuckles, Sonic 3D, Sonic Crackers. Кстати, вот эту часть я не помню. Вот Sonic Hedgehog 1, 2, 3, Sonic Hedgehog Spinball. То есть, блин, тут какие-то игрухи даже дополняются, которых я в детстве, допустим, не помню. А вот, друзья, я запустил Соника с соотношением сторон 4К3. Вот такая получается у нас картинка. А в общем, друзья, это отличная консолька, в которую можно поностальгировать, собраться с друзьями, покатать. Тем более, цена не космос, а все работает, в принципе, неплохо. Единственный минус, который мне не нравится, это то, что, чтобы сохраниться, нужно нажать Select Start, чтобы попасть в основное меню, только здесь я могу сохранить. То есть, это неудобно. Если бы они вывели это как-то на одну какую-то клавишу, либо на быструю комбинацию каких-то клавиш, тогда да. А так, вот минус, что туда-сюда, каждый раз нужно заходить в менюшку, это, конечно, косячок. Кого консолька заинтересовала, ссылка будет в описании, заходите, покупайте, приобретайте. Если есть какие-то вопросы, в плане какая там игра есть, такая-то есть или такой-то там нету, задавайте вопросы. Я на них, вон как я ему навалял. Я на них, конечно же, отвечу. С вами, как всегда, был Димон. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok